Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова все на проекте Мазин Холипплей, это первый сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но в этом ролике, пацаны, выйти самый быстрый просто путь для прокачки своего аккаунта, поэтому смотрите это видео от начала до конца, реально, если вы хотите, либо собираетесь, либо думаете начать на проекте, то сегодня я вам покажу самый лучший способ и самый быстрый способ, как можно за пару часов прокачать очень хорошо свой аккаунт, поэтому от вас я хочу видеть максимальную активность, поставьте лайк, подпишитесь на канал, я очень хочу видеть на канале 22 тысячи подписчиков, поэтому если вы вдруг меня смотрите без подписки, то пожалуйста подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. То есть это реально видео для тех, кто хочет стать успешным и лысым, как я. Если вы хотите реально начать играть на проекте и просто максимально быстро начать зарабатывать, то это видео для вас, потому что в этом ролике я вам покажу поэтапно до покупки машины, как можно прокачать свой аккаунт. Видос получился максимально познавательный, интересный, возможно многие об этом знали, возможно кто-то не знал, но пацаны, вот реально я очень сильно старался, я снимал и монтировал это видео несколько часов, поэтому я надеюсь реально на вашу поддержку, на вашу активность, на вашу отзывчивость, то есть реально пишите в комментариях, то есть ну реально способ максимально рабочий и пока что я считаю то, что это лучший способ, как можно прокачать свой аккаунт. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, дамы и господа, первое, что вам нужно сделать, это конечно же ввести ему промокод кириллгеймкапсом, потому что, когда вы будете проходить квесты, вы тем самым будете очень быстро качать свой уровень и за промокод вы реально получите деньги, очень хорошие деньги, поэтому в самом начале просто вводите ему промокод и потом дальше, в принципе, проходите полностью регистрацию, после чего вы появляетесь на вокзале и вам просто нужно подойти к Федичу и с ним поговорить, ответить на его один вопрос, за то, что вы просто с ним поговорите, вы получите уже опыт на свой аккаунт. То есть на самом деле квесты довольно-таки очень легкие, все там максимально понятно, то есть ничего реально сложного в принципе нету. То есть я реально все проходил, мне реально очень сильно понравилось и я в будущем хочу это пройти все на стриме. Что вы делаете? Вы поговорили с Федичу и берете следующее задание. У вас задание получается поехать на шахту и заработать 600 килограмм. Хочу заметить, то что данные задания я проходил на выходных. То есть данные квесты я проходил тогда, когда был Х2. Опыт получается и Х2 заработок на работах, поэтому это тоже нужно учитывать. Да и вам в целом тоже советую проходить именно квесты именно на выходных, потому что каждый выходные на серваке получается Х2 опыт, то есть вы сможете быстрее прокачать свой аккаунт, тем самым вы быстрее получите деньги за промокод. Ну и также вы с помощью того, что Х2 зарабатываете на квестах в два раза больше денег. Поэтому от этого одни плюсы и я вам советую проходить реально все квесты на выходных, как сделал в принципе это я. И по итогу я приехал получается устроился на работу, поработал буквально 20 минут и спокойно выполнил это задание. Вот реально буквально 20 минут и все пацаны, я сам честно оглядел. То есть я думал то, что блин, 600 килограмм это реально типа дохера. Я буду как минимум час здесь потеть, но я такой поработал, поработал и буквально за 20 минут я собрал 600 килограмм металла. После того, как я получается заработал 600 килограмм металла, я как бы уволился с работы и поехал обратно к Феде. К Феде Чуф Батырева на вокзал. Брать следующее задание и получать награду за предыдущее задание. То есть здесь реально очень хорошие награды, вам платят и деньги, и спец очки, и опыт получается, и донат. То есть сама награда очень класс. То есть буквально вы проходите там Феде Чу, проходите еще там остальные задания и вы можете поиметь реально много доната и тем самым либо перевести донат в деньги, либо получается просто-напросто покрутить рулетку и возможно вам выпадет какая-то дорогая машина там за 15 миллионов, за 20 миллионов, либо вообще выпадет аудиосистема. Короче следующее задание это получается у нас приехать в автошколу и получить права. Категория B. Если вы не знаете ответы на вопросы в автошколе, просто делайте как я, заходите в YouTube, пишите Amazon HRP, ответы автошколы и все пацаны. То есть в этом ничего сложного нету. То есть ну как бы чтобы не тратить свое время впустую пацаны, чтобы не читать этот весь текст, который там есть, просто заходите в YouTube, находите видео с ответами и все. Вы сначала получается проходите теорию, отвечаете на эти все вопросы и потом у вас будет получается практика. В практике тоже ничего сложного нету, вы просто будете ездить по чекпоинтам, я обратно возвращаюсь к Федичу, получаю свою награду за выполненное задание и беру уже следующее задание. Следующее задание тоже как бы не сложное, оно связано с заработком, вам просто нужно будет поехать получается на дровосеке, то есть на лесопилку, просто поехать и заработать там 300 килограмм дерева. Там конечно немножко посложнее работать, обязательно берите дерево где высокий спрос. Чем выше спрос, тем больше вам будут получается давать там дерево и вы быстрее пройдете это задание. После того как я принес получается 300 килограмм дерева, задание было успешно выполнено, я заработал около 60 тысяч рублей. Следующее задание тоже было очень вообще простое, максимально просто легкое, которое только может быть. Сходить в туалет, приобрести воду и получается приобрести хот-дох. То есть пасать вы можете прям со вокзала, там есть туалет, то есть забежали быстро ебать, пасали. До 247 там буквально 300 метров, понимаете? То есть можно даже не арендовать скутер. Итак, следующее задание тоже было в принципе очень легкое, это просто получить права категории D. Для чего это нужно? Потому что следующее задание в Южном у вас будет получается работать на автобусе. И чтобы вы потом с Южного не ехали обратно в Батырево, как бы вы заранее просто получаете права от Федичу. И все. И вы потом спокойно сможете выполнить задание от Анжелы. После того, как я выполнил уже все задания у Федичу, нас Федичу отправляют уже до следующего квестового персонажа, который находится на вокзале города Южного. Первое задание от Анжелы было тоже максимально очень простое, буквально просто сходить в баню. Баня у нас находится как бы в Южном. Если что, на Мазинге есть только одна баня, и она только в Южном находится, то есть других бань нету. Задание реально было максимально простое, просто пойти в баню, покупаться и вернуться обратно. То есть это занимает около 10 минут. Следующее, пацаны, задание было, не знаю, как для меня, оно не очень легкое, потому что, если вы реально новичок, которые только пришли на Мазинг, и до этого вообще не играли в КРМП, то вам это задание будет реально сложно пройти. Хотя, ну, кому как, пацаны. Кому как, реально, но вот это задание со спортзалом, я его запомнил реально просто додолго, потому что вы с пацанами еще сидели, просто ржали в Дискорде. Если что, как бы в ТикТоке есть этот момент. Кому интересно, можете зайти и подписаться на мой ТикТок. Ссылочка есть в описании. Короче, пошел я, получается, в спортзал, поработать, так сказать, на тренажере, чтобы выполнить это задание. Абонемент там стоит 20 тысяч рублей. То есть, я как бы выполнил это задание с трудом, на самом деле, не с первого раза, то есть, ну реально сложно. Там просто сколько надо кнопок комбинации нажимать, как бы шкалует удержать. То есть, ну, задание не из легких, пацаны. Как бы можете там попотеть реально неправильную кнопку, то все. Вы просто фейлите, и вам придется заново, с нуля, обратно начинать это упражнение. После того, как я выполнил успешное задание со спортзалом, я отправился выполнять следующее задание, а именно, опробовать новые права. А именно, нам нужно было проехать полностью круг на автобусе по всей карте. Это 240 чекпоинтов. То есть, на самом деле, это реально много, но задание несложное. Просто берете автобус, включаете там музыку, либо просто сидите там с другом в дискорде, общаетесь. После того, как я уже проехал 240 чекпоинтов, я как бы заработал примерно 80 тысяч рублей. То есть, ну, я считаю, это неплохо. Я не знаю, сколько я по времени на это потратил, но я думаю, минут 20-30 у меня на это ушло. Чтобы полностью объехал всю карту, чтобы проехать 240 чекпоинтов, реально потратил много времени. Следующее задание было максимально легкое. Просто пойти в аптеку, которая находится в 200 метрах от вокзала, и просто там купить какое-либо лекарство. Вот и все. И вернуться обратно. То есть, максимально легкое и простое задание. Ну и следующее задание было тоже максимально простое. Это просто вернуться, получается, в Батырево. И просто-напросто получить обратно новую категорию прав. А именно категория С. Потому что в будущем у вас будет задание сделать 10 рейсов на дальнобойщиках. То есть, именно для этого вам как бы Анжелка говорит. Родной, бери, бать, руки в ноги. И пиздуй, получается, в Батырево получай обратно новые права. Следующее задание, пацаны, было тоже очень довольно-таки интересное. А именно, поработать механиком. Почти 10 машин, заправить там 100 литров и так далее. То есть, задание было тоже довольно-таки интересное. И в первый день я его не выполнил. Из-за того, что не было машин механиков. На следующий день я зашел с новыми силами. Как бы взял машину механика в Батырево. И думаю, блять, чтобы быстро выполнить задание, это надо, чтобы было много людей. Я поехал, получается, в особняк своей семье. Чтобы пацаны мне помогли выполнить задание. Как бы там людей, пацаны, много. И, то есть, желающих помочь было, как бы, нормальное количество. То есть, реально, я очень быстро выполнил это задание. Буквально за минут 10. То есть, я подъехал там, одного заправил, второго починил там туда-сюда. И по итогу я выполнил это задание. Мой вам совет, если вы будете выполнять это задание, то просто либо едьте на Нашан. Либо найдите какую-то семью активную, где много народу. И попросите просто их помочь. К нашей Анжельке мы вернулись, получается. Получили очень хорошую награду. И я приступил выполнять еще задание. А именно, нужно было купить себе первую машину, квартиру. И еще оплатить квартиру на 48 часов. То есть, я уже вкачал пятый уровень. Получил за промокод 150 000, пацаны. Поэтому, вводите промокод обязательно. Потому что, если вы не будете вводить промокод, то возможно, вам денег не хватит, чтобы выполнять это задание. Потому что квартира стоит там 100 000. Тачка стоит минимум 40 000. То есть, лучше реально, видите мой промокодик, который есть в описании. Чтобы вам с запасом хватило просто денег, чтобы выполнять задание. То есть, я ввел промокод, с помощью квестов. Буквально там за 3 часа вкачал пятый уровень. И получил как бы 150 тысяч на халяву Поэтому, пацаны, реально вводите мой промокод, вы не пожалеете Я, получается, поехал в риэлторку, купил себе квартирку Я для задания чисто ее купил Но по итогу, по итогу, пацаны, я ее просто потом продал Потому что не вижу смысла я держать квартиру и как бы ее оплачивать Проще я вам советую уступить просто в семью И просто там машину спавнить бесплатно После того, как я, получается, купил квартиру, продал квартиру, я поехал в автосалон И начал выбирать себе машинку Я хотел купить себе, знаете, какую-то машинку недорогую Я поехал в Ваду, как бы, я поехал в Ваду Решил себе подобрать какую-то недорогую машину И самая дешевая машина, которая там была Это, получается, ВАЗ-2107 Я считаю, за эти деньги это охуенная просто машина Потому что она и стоит 40 тысяч И, в принципе, едет за свои деньги очень даже неплохо Не советую сразу покупать какую-то там дорогую машину Там, не знаю, восьмерку, девятку, там и так далее То есть, купите самую дешевую машину, как сделал это я Потому что в дальнейшем вы будете все равно машины постоянно менять Ваша основная цель это просто купить машину Чтобы выполнить задание И чтобы просто на ней в будущем передвигаться И дальше выполнять свои задания Ну что ж, дамы и господа На этом я буду заканчивать данное видео Я считаю то, что я вам показал самый рабочий способ И самый быстрый способ Как можно реально с нуля Вот конкретно с нуля прокачать свой аккаунт Потому что вы сами видели Для этого ролика я специально создал новый аккаунт И на своей, так сказать, шкуре почувствовал, как это вообще Проходить эти квесты И какой с него профит То есть квесты реально очень интересные Очень легкие И вы реально с него зарабатываете Очень неплохие плюшки Я не стал проходить все квесты до конца Потому что я не вижу в этом смысла Я хочу, чтобы у вас тоже, знаете Остался кайф какой-то Какой-то интерес Проходить самому эти квесты Потому что Если бы он показал все квесты подряд От начала до конца То мне кажется Вам потом в будущем Когда вы будете проходить эти квесты Было бы неинтересно В любом случае Аналогии Как бы нету, пацаны Есть только квесты То есть с помощью квестов Вы реально просто Быстро качаете свой аккаунт Получаете бабки за промокод И просто играете и кайфуете То есть буквально за 3 часа У вас уже есть тачка, понимаете Да, дешевая Но тачка, пацаны За 3 часа За 3 часа Вы реально зарабатываете 350 тысяч Спокойно вообще На расслабоне Поэтому аналогии Этому способу Просто нету Либо донат Либо вот таким образом Качать свой аккаунт, пацаны Других вариантов нету И то даже с помощью доната Вы не сможете прокачать Свой уровень аккаунта Понимаете Всем спасибо за просмотр Все ссылочки есть в описании Заходите, играйте Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok